Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. О работе самого авторитетного вуза Гомельской области будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем. Сергей Анатольевич Хохомов. Ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины. Доктор физико-математических наук. Доцент. В 1991 году с отличием окончил физический факультет Гомельского государственного университета. После окончания аспирантуры работал в ГГУ ассистентом кафедры общей физики. С 1997 года старшим преподавателем. В 2003 году возглавил кафедру оптики, а в 2009 физический факультет. В 2010 году назначен проректором по учебной работе, а в 2014 году первым проректором. С июня 2016 года ректор университета. Автор более 300 научных и научно-методических работ. На вопросы, которые касаются деятельности ГГУ имени Франциска Скарины, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сергей Анатольевич, я поздравляю вас с 90-летием. Вуза такой значимый юбилей ГГУ отмечал в ноябре совсем недавно. Вы приглашали именитых выпускников. Жаль, конечно, что в нынешних эпидемических условиях не удалось так широко отметить, как этого, безусловно, ГГУ заслуживает. Вы ведь сами выпускник именно этого вуза и вся ваша дальнейшая и работа, и научная деятельность связана именно с ним. Ну вот, а в самом начале пути что когда-то определило ваш профессиональный выбор? Ну, я думаю, важную роль сыграли учителя физики, которые в те годы преподавали в средней школе номер 21, которую ее заканчивал. Это Надежда Николаевна Филатова, Аркадий Александрович Лайхман. Он как раз был выпускник университета. Он и посоветовал мне идти в этот вуз. Ну, директор школы Вера Ивановна Лазарева, она хотя была историк по специальности, но тоже давала мне такие напутствия и советы. И действительно учеба захватила? Вы не разочаровались? Нет, ни в коей мере. Я благодарен и своим учителям, и школьным, и университетским. Да, и наверняка коллегам. Совершенно верно. С которыми вы уже так долго вместе. Ну да, в моей трудовой книжке единственная запись. И вот с 1984 года уже ветеран университета. Ну, при этом еще и ученый, и преподаватель. А какое из своих научных достижений вы для себя определяете? Как самое значимое? Ну, себя хвалить как-то не очень принято, да. Ну, наверное, учителя гордятся своими учениками. Вот мой ученик Сергей Барсуков в прошлом году прошел переаттестацию в Белоруссии, а чуть раньше защитил диссертацию в Японии в университете Шизуока. Мы с этим университетом уже много лет сотрудничаем, и всего уже пять наших выпускников там получили степень докторскую. Ну, в прошлом году вот наша монография с Игорем Валентиновичем Семченко вышла в издательстве «Белорусская наука. Электромагнитные волды в метаматериалах и спиральных структурах». Тоже, может быть, докторская моя диссертация стала лучшей в номинации «Естественные науки в Республике Беларусь». Ну, какие-то достижения есть. Они действительно есть, и это повод гордиться. А у вас ведь есть и патенты. Да, конечно, несколько патентов. А в каких сферах они используются? Ну, это по физике, по акустике и по электромагнитным волнам. А вот именно в какой сфере применяются? Это оборудование? Да, это способ и устройство для преобразования, плоскости, поляризации. Ну, я не думаю, что нашим зрителям так интересно, но в области акустики и в области электродинамики. История Гомельского университета в 30-е годы прошлого столетия начиналась всего с двух отделений. А сегодня 12 факультетов, 42 кафедры. Профессорско-преподавательский состав более 500 человек. Скажите, пожалуйста, о чем говорят эти цифры? Это хороший потенциал или нужно позиции усиливать? Потенциал хороший, но есть к чему стремиться. И мы над этим тоже работаем. То есть, конечно же, наши позиции мы можем усилить. По данным рейтинга университета, Вебометрикс ГГУ стал четвертым среди лучших вузов. Белоруссия вошел в 12% лучших учреждений образования мира. Скажите, пожалуйста, по каким критериям, по каким параметрам выставляется такая высокая оценка? В этом рейтинге четыре критерия. Один из них – это число полнотекстовых страниц, которые определяются поисковой системой Google. Второй показатель – это число уникальных внешних ссылок на сайт университета. Третий – это число авторов, которые работают в университете, которые входят в 210 наиболее цитируемых авторов по системе Google Scalar. И четвертый – это число цитирований научных работ сотрудников университетов. По трем показателям мы находимся на уровне трех лучших университетов в Беларуси. По четвертому видимость надо… У них разные весовые коэффициенты у этих показателей. Подтянуть четвертый, я думаю, войдем в призовую тройку. А кто вас опережает? Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет и Гродненский государственный университет. А кто из преподавателей ГГУ как раз попал в число самых цитируемых в научном сообществе? Я понял вопрос, да. У нас один из самых цитируемых авторов – это Скиба. Он очень известный математик. Вот недавно как раз мы его тоже выдвинули на государственную награду. Он получил звание заслуженного работника науки Республики Беларусь. Поздравляем. Да. Внутри университета, гласно или негласно, но я думаю, что тоже идет соревнование и тоже есть свой какой-то рейтинг. Какие кафедры сейчас считаются передовыми в ГГУ? Негласно, нет. У нас все открыто. Все открыто. Это все гласно. У нас действительно есть три собственных рейтинга. Это по учебно-методической, по научной, по воспитательной работе. Факультеты, кафедры очень разнородные. У каждого своя специфика. И действительно их достаточно сложно привести к общему знаменателю. Но, тем не менее, даже такая не всегда совершенная система лучше, чем ее отсутствие и полный хаос. Сейчас, в прошлом году, по итогам календарного года будем подводить, но по итогам учебного года у нас на первом месте факультет физики и информационных технологий и кафедра оптики. По каким параметрам? Это общий и по научной, и по учебной, и по воспитательной. Потому что мы в итоге суммируем все эти три рейтинга. Действительно, наверное, к общему знаменателю физическое воспитание, физику и психологию или филологию сложно подвести. Согласен, да. Но у нас допускаются. То есть мы понимаем, что универсальных показателей найти трудно. Поэтому мы разрешаем и заведующим кафедрам, и деканам вносить свои предложения по улучшению и изменению этого рейтинга. То есть можно дискутировать? Конечно. Сейчас предлагаю ненадолго прерваться, посмотреть сюжет, а после этого мы вернемся в эту студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина известен не только в нашем регионе. В рейтинге белорусских вузов он находится на четвертом месте. А вот в самом университете лучшим называют факультет физики и информационных технологий. Здесь действительно есть чем гордиться. Так называемая безэховая камера была открыта еще в 70-х годах прошлого века. Правда, тогда она работала на авиационную промышленность и являлась практически секретной. Два года назад лабораторию модернизировали, заменив поглощающий материал на современный, причем белорусского производства. По словам сотрудников, здесь созданы все условия, как в космосе. При отсутствии электромагнитных волн можно проводить исследования на работах нового поколения. В первую очередь речь идет о материале, который будет защищать человека. Данный материал является моделью, пока макетом, но в дальнейшем его можно использовать для защиты от электромагнитного излучения, в общем-то, как и в военной технике, так и в быту. Ну, например, микроволновка, всем известная в быту, работает на частоте 2,54 ГГц. Как раз данный материал позволяет поглощать электромагнитные волны на диапазоне. То есть, ну, скажем, одно из таких бытовых направлений – это защита пользователя микроволновой печи. Лабораторию моделирования в университете создали в мае этого года. Часть оборудования работает еще в тестовом режиме. По большому счету, это специализированная мастерская, где молодые новаторы смогут реализовать стартапы в робототехнике и механотронике. Кроме научных сотрудников, здесь смогут также заниматься студенты и школьники, которые будут работать над совместными проектами. Правда, пока из-за коронавируса эту идею пришлось временно отложить. Различные кружки робототехники, там конструирование различное. Так вот, изготовление деталей различных будет происходить вот здесь. Потому что здесь собраны станки с программным управлением и позволяет делать одинаковые детали сложной формы. Лаборатория робототехники, хотя и создана всего несколько лет назад, однако уже успела приобрести известность не только в вузовских стенах. В числе приоритетных задач этой лаборатории, помимо профориентации обучения, укрепления партнерских отношений с высокотехнологичным производством, в кооперации вузовская наука, промышленное производство, специалисты лаборатории смогут выполнять заказы предприятий, предлагать свои инновационные решения по созданию, совершенствованию и оптимизации промышленных систем и устройств. Впрочем, в этом году сотрудникам пришлось использовать оборудование для выполнения непрофильной задачи – изготовления медицинских масок. Мы занимались печатью щитков для работников медицины с использованием того оборудования, которое у нас есть в университете, это и лазерный резак, и 3D-принтеры. При помощи этого оборудования мы создавали щитки, которые были переданы в больницы, в поликлиники, для того, чтобы работники медицины были защищены. Перед нами была поставлена задача, мы ее, собственно, очень быстро реализовали. У нас достаточно сплоченный коллектив, и в рамках, собственно, этого коллектива мы каждый занимался своим делом и очень сплоченно быстро организовали, собственно, изготовление этих щитков. В итоге мы создали их больше 500 на базе нашего, собственно, факультета. Вы смотрите «Диалог». Сергей Хохомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, сегодня у нас в гостях. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы слышим вас. Добрый день. Меня зовут Светлана Леонна. Подскажите, пожалуйста, какие предприятия Гомеля и нашей области имеют потребности в специалистах инженер-гидрогеолог, который выпускает наш университет Скорины? Спасибо. Спасибо. За последние годы 100% выпускников университета получают первое рабочее место. Те, кто обучается за счет бюджета. На сегодняшний день мы распределяем наших выпускников по заявкам предприятий. Мне трудно сказать в данный момент, кто имеет такую потребность, но мы распределяем и на предприятия «Гидропривод», и на «Салео Гомель», распределяем на завод «Гомсельмаш», распределяем на радиозавод, на предприятия «Алкопак». То есть все предприятия в Гомельском регионе и не только. У нас распределение есть и в столицу. Мы ежегодно 10-20 человек направляем в такое предприятие, как «Интеграл». Поэтому наши выпускники востребованы по большому спектру организаций и предприятий. Инженер-гидрогеолог – это геологогеографический факультет? Думаю, что да. Думаю, геологогеографический. Но в «Гомеле» есть буровая компания «Дельта», есть «Беларусьнефть», есть «Гомельтранснефтьдружба». Поэтому предприятий, которые нуждаются в таких выпускниках, достаточно много. Но только это нужно конкретно обратиться к работодателю. Проблемы есть с распределением? Проблемы, конечно, нельзя сказать, что все идеально и все всегда великолепно. Проблемы имеются, но мы их решаем. То есть, существует такая процедура, как перераспределение. Если предприятие не нуждается в специалисте, жизнь же меняется достаточно быстро. А заявки на того или иного специалиста делаются за 4-5-6 лет. Поэтому за 6 лет многое может измениться. И мы тогда занимаемся перераспределением этих выпускников. И такое тоже практикуется? Да. Это вполне нормальная процедура. Мы в течение двух лет следим за всеми выпускниками. То есть, на время отработки. Человек же может и сам найти рабочую статью. Совершенно верно. Если предприятие и выпускник находят общий язык, то, пожалуйста, он может вполне законно, на уровне законодательства, все нормативные акты имеются для этого, он может перераспределиться, пройти процедуру перераспределения. Престиж вуза, о котором мы говорили в начале нашей программы, это важно, конечно, по многим критериям, но я думаю, что в основном для того, чтобы о нем знали будущие студенты и поступали самые лучшие. Сколько человек делают выбор в пользу ГГУ ежегодно? Ну, в 2019 году около трех тысяч заявлений было подано. В 2020, в этом году, может, пандемия сыграла, где-то две с половиной тысячи. И где-то около 500 иностранных студентов подавали заявления для поступления в университет. А на какие специальности самый высокий конкурс сегодня? Ну, у нас традиционно самый высокий конкурс на специальность правоведения. Это имеет несколько причин. Ну, во-первых, не так много конкурентов в нашем регионе, не так много университетов, где готовят по такой специальности. Вторая – это набор на бюджетное обучение невелик. Всего пять человек мы набираем на бюджет. Поэтому даже уже 30 заявлений – это уже конкурс будет шесть человек на место. В этом году было, в прошлом было более десяти человек, в этом шесть с половиной человек на место. Около трех-четырех человек на место – это специальности экономического профиля. В этом году очень хороший конкурс и высокие баллы. Сейчас более важную роль, чем конкурс, имеют именно проходные баллы. То, с какими баллами абитуриенты подают сертификаты свои. И вот у нас на правоведение 337 проходной, высокий – 325 на новую специальность – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. Юристами должны быть только самые лучшие, конечно. Думаю, да. Очень ответственная специальность, очень сложная учеба. Но вообще, что касается юридических специальностей, мне кажется, эта тенденция была всегда. Много лет, согласен с вами. Она выступала в 1999 году, и тогда это был стабильно высокий конкурс на юридические специальности. Хотя… Ну, поэтому я и сказал, что у нас традиционно один из самых высоких конкурсов именно на специальность правоведения. А как же будущие специалисты для отрасли IT? Мне кажется, что молодежь вся хочет сейчас именно сюда, в компьютерные какие-то специальности. Я не напоминаю, не сказал, не упомянул об этом, но это тоже эти специальности, потому что их очень много у нас. У нас порядка десяти таких специальностей. Правоведение всего одна, связанная с IT-отраслью на физическом, на факультете физики и информационных технологий, на факультете математики и технологий программирования, там по пять специальностей. Поэтому они тоже пользуются популярностью. Конкурс высокий и высокие проходные баллы. Интересно, какой будет вступительная кампания следующего года. Как все-таки вся вот эта эпидемическая обстановка в стране и в мире, как она скажется и как распределяться? Будем надеяться, что да. Абитуриенты, ну так или иначе, но все равно будет. Совершенно. Это нельзя исключить. А из-за рубежа, вы говорили, да? Около 500 человек ежегодно. Какие страны? Ну, там 15 стран у нас. На первом месте Туркменистан, на втором месте Китай. Ну, есть студенты уже, следующие страны, они не в таком большом объеме. Это Узбекистан, Азербайджан. У нас есть студенты из Израиля, из Испании, из Италии, из разных стран. Но не в таком большом количестве, как нам хотелось бы. Но, тем не менее, из этих стран тоже поступают в нашу университет. Стараетесь привлекать зарубежную молодежь в Гомель? Конечно, конечно. Каким-то образом нужно популяризировать знания о преимуществах? Ну, я должен сказать, что у нас даже на историческом факультете, где, казалось бы, основной упор делается на историю Беларуси, у нас 8 иностранных студентов обучаются. На остальных факультетах это от 50 до 120 иностранных студентов на каждом факультете. То есть, фактически, обучение проходит в такой мультикультурной среде. Набирая молодых людей, нужно, конечно, смотреть сегодня и на десятки лет вперед. Вот. Каким будет рынок труда? Каким будет реальный сектор экономики? Что будет происходить? Сложно прогнозировать, но каким-то образом стратегию эту разрабатывать нужно. Вот как вы к решению этого вопроса подходите? Стратегия-то, конечно, у нас разработана, но, как я уже сказал, мир и современный мир и жизнь вместе с ним меняется очень быстро. Поэтому сейчас, мне кажется, в большей мере востребована такая концепция, как образование через всю жизнь. Трудно ожидать, что вы раз в 50 лет, в 4, ну, 5 лет с магистратурой отучите в университете, и остальные 45 будете почивать на лаврах и только получать какие-то бонусы. Нет. Как любой медик, любой преподаватель раз в 5 лет, я не знаю, как на телевидении, раз в 5 лет надо проходить повышение квалификации. У нас обязательно предусмотрены стажировки, повышение квалификации. В университете тоже все это есть. У нас есть магистратура, аспирантура, докторантура, есть институт повышения квалификации, всевозможные курсы. Поэтому мы работаем не только со вчерашними школьниками, но и с уже опытными абитуриентами. Теми, кто имеет уже одно высшее образование, на его базе хотят получить второе высшее, и так далее, и так далее. Повышать свою квалификацию. Ну, и, конечно, появляются новые специальности. Время диктует, да, свои требования. Которые требования, и кого хочет видеть сегодня. А прикладная информатика это было в 2020 году. И лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, международный туризм. То есть это ставки, на которые, те сферы, на которые вы сделали главные ставки. Ну, я думаю, без информационных технологий трудно представить завтрашний день и современный мир. Что касается межкультурного обеспечения, лингвистического обеспечения межкультурных коммуникаций, то многие могут скептически к этому относиться и говорить, что скоро роботы будут переводить межкультурное взаимодействие или межличностное. Подобно тому, как мы сейчас с помощью компьютерных программ набираем перевести какой-то текст. Но я думаю, что не все так просто, и переводчики еще много лет будут востребованы. А для университета это качественный скачок, потому что мы много лет готовили учителей иностранных языков. Вот я хотела как раз спросить, чем это от традиционного инъяза отличается? Да, а сейчас это переводчик-референт. Поэтому это качественный скачок. И самое интересное, что эта специальность открыта на историческом факультете. Казалось бы, это несколько далеко от перевода и иностранных языков. Но оказывается, нет. Опять же, все опирается на традиции. У нас много лет на этом факультете была специальность «История и английский язык». Она была востребована масса выпускников. И вот сейчас на базе этих традиций одну из кафедр факультета иностранных языков мы переведем на исторический факультет. Она усилит эту специальность. Ну, я надеюсь, что все у нас получится. Ну, посмотрим, через несколько лет оценим. Конечно же, свои коррективы внесла пандемия в этом году во все сферы. Как пришлось перестраивать работу в связи с новыми условиями? Да. Ну, мы весной, конечно, скорректировали наши учебные процессы образовательные, широко использовали информационно-коммуникационные технологии. Ну, в общем-то, и сейчас пандемия никуда не ушла, вторая волна тоже нас немного накрыла. Но сейчас опыт уже имеется. Не так все это оказалось пугающе, как весной. Поэтому у нас тоже сейчас несколько дней каждый факультет выбирает и работают с помощью информационно-коммуникационных технологий, стараются минимизировать массовые мероприятия, поточные лекции. Ну, студенты и преподаватели, мне кажется, с достаточной долей креатива отнеслись. Например, на факультете физики и информационных технологий даже вручение дипломов проходило с использованием роботов. Это как? Ну, вот, если бы можно было посмотреть сюжет, отражалось на экране, отображалось видео студента, которому вручался диплом, подъезжал робот, и декан бесконтактным способом вручал этот диплом. Ну, полная связь была, стрим в интернет, родители все это могли наблюдать, задавать вопросы, давать советы, поддерживать, аплодировать, ну, в общем-то, полностью с соблюдением социальной дистанции и эпидемиологических норм. Очень мило при этом, да, действительно, очень и современно, и креативно. Когда уже все волнения позади, когда уже экзамены сданы, можно расслабиться. Можно, да, можно себе позволить, согласен. Что касается сферы IT, вы наверняка знаете, часто говорят, что пока студент пять лет учится, он уже на пять лет отстал от развития современных технологий. Чтобы вот это потенциальное отставание предотвратить, вы сотрудничаете напрямую и очень тесно и с IT-компаниями, и с технопарком с нашим. Насколько это сотрудничество полезно для обеих сторон, как вы думаете, есть ли прок? Мне кажется, полезно, и выражается это в том, что ежегодно от 50 до 70 выпускников мы направляем в предприятия, организации, резиденты парка высоких технологий. Ну, в первую очередь, это ИПАМ, Системс и Айбей. Мы сотрудничаем и с другими организациями. Это сотрудничество выражается в том, что они оказывают помощь нам в оснащении лаборатории, в прохождении стажировок, наполнении спецкурсов теми иными заданиями. И наш заведующий кафедрой автоматизированных систем обработки информации Виктор Левчук уже много лет является одним из лучших тренеров и вручают ему ежегодно диплом в парке высоких технологий на базе организации ПАМ-Системс. Вообще процесс обучения в ГГУ можно назвать практикоориентированным? Я думаю, да, потому что у нас более 70 филиалов кафедр, созданные на предприятиях и организациях различной формы собственности. Кроме этого, на большинстве специальностей у нас масса практик, начиная от ознакомительной, заканчивая учебной, производственной, преддипломной и так далее. Очень много практик. То есть этому внимание вы уделяете? Да, серьезно. Современное оборудование и для практических занятий, и для каких-то научных разработок, и для самостоятельной работы студентов и преподавателей – это, конечно, удовольствие сегодня дорогое. Как вы считаете, насколько удается оснащать лаборатории качественным, современным? Что-то мы уже увидели в сюжете. Хотелось бы, конечно, в большем объеме это делать, но тем не менее нам удается и современным оборудованием, и приобретать его и за счет бюджетных средств, и за счет собственных средств, и за счет вне бюджета, и за счет спонсоров. Поэтому основными нашими партнерами являются такие предприятия, как Гомельский химзавод, Беларусьнефть, Гомель Транснефть Дружба, Алкопак, Хоккейный клуб Гомель, ну и многие другие. Я прошу прощения, что всех не называю, потому что не хватит времени передачи, но действительно на многих предприятиях работают наши выпускники, а даже там, где возглавляют их, где не работают, они понимают всю необходимость или востребованность высшего образования, поэтому оказывают свою помощь, свою поддержку. Мы, еще раз повторяю, благодарны этому и направляем ее именно на оснащение современным оборудованием наших лабораторий. Сергей Анатольевич, а нет здесь такого перекоса, что тем кафедрам, которые деньги приносят, которые выполняют какие-то заказы, им достается больше, чем, может быть, гуманитариям, от которых в денежном эквиваленте проку немного. Нет, в университете у нас солидарная система, поэтому мы стараемся удовлетворять запросы как технарей, так и гуманитариев. У нас нет конфликта между физиками и лириками, но, тем не менее, здесь должен быть баланс, потому что те кафедры, которые зарабатывают средства, они должны их использовать. Поэтому мы стараемся, если кафедра участвует в хоздоговорной тематике, то я не вижу здесь ничего зазорного, если она в том числе и на заработную плату часть может потратить, часть на закупку оборудования. То есть стараемся искать баланс. Конечно, университет – это не только учеба, не только подготовка будущих специалистов, это еще и солидная научная деятельность. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении, может быть, есть интересные примеры научных трудов, разработок, внедрения их в нашу реальность. Все это имеется, конечно, в университете. У нас научные исследования ведутся по 14 направлениям, которые являются приоритетными в Республике Беларусь. Более 170 научных тем ежегодно выполняется в университете, из них более 10 проектов международных. Мы участвуем в нескольких международных проектах, в частности, «Горизонт-2020», программа «Центрально-европейская инициатива». Что касается внедрения, ну вот сразу на ум приходят несколько таких ярких примеров. Наша проблемная научно-исследовательская лаборатория перспективных материалов, она разрабатывала стекла, которые получались на основе Зольгель-технологий для корейского, южнокорейского предприятия LG Electronics. Наша совместная белорусско-китайская лаборатория, которую возглавляет Александр Владимирович Рогачев, она уже на протяжении ряда лет занимается поставками вакуумного оборудования в Китай. В этом году тоже такая установка направлена в Китай. В общей сумме это примерно уже, я думаю, превысит полмиллиона долларов, если этот год учесть. Еще на предприятие «Кремниел», это такое предприятие в Брянской области, в городе Брянске, расположено недалеко. Оно такое же примерно по размерам, по объемам, как предприятие «Интеграл» в Белоруссии. Вот туда университет поставляет полирующую суспензию для кремниевых пластин. Тоже уже этот контракт длится, он на сотни тысяч долларов, он длится уже несколько лет. Еще абразивный инструмент поставляем, в том числе на БелАЗ, на Минский тракторный завод, на многие предприятия Беларуси. Это Купреев работает. Есть еще примеры, я мог бы и дальше перечислять. Если, как вы говорили, гуманитарии, они действуют в рамках подготовки по фольклорных сборникам по разным районам. То есть филологи тоже собирают все эти пословицы, поговорки и потом издают для того, чтобы это осталось в истории, осталось в нашей культуре, они издают пособия. И культурное наследие страны, ну это нельзя сказать, что это как-то менее важно, чем какие-то новые современные материалы, которые за сотни тысяч долларов продаются технологическим компаниям. Да, мы не делим наши специальности на более важные или менее важные. Я согласен, что это не менее важно. Может быть это сложнее оценить, но по важности для нашей страны, для наследия культурного, я думаю, не менее. Наука в 21 веке интернациональна. У вас действуют договоры о сотрудничестве с университетами, организациями более чем 25 стран мира. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, а какие перспективы это открывает перед студентами и перед преподавателем? Потому что для студентов главный интерес, наверное, поехать в какую-то страну, получить язык, постажироваться, получить какую-то перспективу. Есть ли такая? Есть. Ну, этот год, опять же, мы все понимаем, что он не показательный. Пандемия внесла свои коррективы, но я вот должен, например, сказать, что три наших студента, как раз факультета физики и информационных технологий, первую волну пандемии пережили в университете Палермо на Сицилии в Италии. Они с февраля по август там проходили стажировку в течение семестра. Ну, получилось все с ребятами, да? Все вернулись, да, здоровые, веселые, все нормально. Ну, эти многочисленные договора, они позволяют, что называется, не вариться в собственном соку, а познакомиться с передовыми современными лабораториями, современными передовыми практиками, но и в том числе представить свои результаты или в виде лекций, или в виде докладов на конференциях, ну, опять же, в виде стажировок. Ежегодно до пандемии у нас около 150 преподавателей участвовали в программах академической мобильности и около 100 студентов. Сейчас пока год пропускаем, да? И отношения с коллегами из-за рубежа по видеосвязи? Совершенно верно. Используем современные технологии, Zoom и так далее. Проводим лекции, лекции и конференции проходят в таком формате. Сергей Анатольевич, есть несколько вопросов у нас на Вайбере. Здравствуйте, работает ли сейчас в ГГО Франко-Белорусский институт? Вот тоже к вопросу о сотрудничестве. Очень был интересный проект. Да, проект был очень хороший, он сыграл свою роль в свое время, но на сегодняшний день Франко-Белорусский институт как таковой не функционирует. У нас сейчас больше упор на институт Конфуция. То есть в данный момент очень востребован именно китайский вектор. Восточное направление сменило. Восточный вектор. Я не хочу сказать, что мы полностью повернулись спиной к западу и лицом к востоку. У нас буквально, наверное, в прошлом месяце у нас был опять атташе французского посольства. И он обязался, он опять посмотрел, каких успехов достиг проект Франко-Белорусского института. И он попытается опять связаться с университетом Уверн для того, чтобы возобновить этот проект. Это было действительно вот в прошлом месяце. Проект был, да, успешный и очень популярный у молодых людей. Более 500 выпускников нашего университета и других вузов города Гомель, они получили за 20 лет функционирования этого института, получили разного уровня дипломы французского государственного образца. Есть ли возможность выучить в ГГУ китайский язык? Да, это вот как раз я на предыдущий вопрос отвечал. Да, у нас институт Конфуция работает, курсы работают китайского языка, там работают носители языка. Сейчас, правда, мы тоже перешли буквально с декабря в онлайн в связи с таким ростом заболеваемости. Ну а пока три месяца все было в очном режиме. Более 70 человек там сейчас занимаются. Сергей Анатольевич, что вы можете посоветовать молодым людям, которые сейчас решают свою судьбу, определяются с выбором, почему именно ГГУ? На сайте-то у нас есть семь причин для выбора университета. Я не уверен, что у нас целевая аудитория – это именно молодые абитуриенты. А еще и мамы и бабушки, которые иногда решают. Как раз хотел сказать, что может быть больше не для будущих студентов, а для их родителей, что есть поговорка, где родился, там и пригодился. Может быть, прежде чем смотреть куда-то в столицу, в дальние страны, можно оглянуться вокруг и посмотреть, что в университете можно получить качественное образование, перспективы, трудоустройство хорошее, прекрасные научные школы, мультикультурная среда. Я уже говорил, что и студенты из 15 стран занимаются. В общем-то, каждый абитуриент, я думаю, сможет выбрать специальность себе по душе. А квалифицированные преподаватели подготовят его и обучат тем компетенциям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Спасибо огромное за диалог. Еще раз с юбилеем вуза, Сергей Анатольевич. Могу сказать только, что самые светлые воспоминания юности, теплые, прекрасные, связаны именно с этим вузом, который я тоже закончила. Благодарю вас. Сергей Хохомов, доктор физико-математических наук, доцент, ректор ГГУ имени Франциска Скорины, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!